Продолжение следует... В темной долине... Да, совершенно верно. Персонаж просто стоит, качается из стороны в сторону, хрипит. Пробовал я и лечиться, и переигрывать лабораторию Х-18, но ничего не происходит. Поэтому я буду играть по другим сохранениям. Сохранения мне предоставил канал Краймер Гейм. Ссылку оставлю в описании. Думаю уже продолжать, когда нормально выберусь, и посмотрим, что у нас дальше будет по заданию. Переигрывал, я пробовал, но у меня всегда приходит к этому финалу. Я ничем не заражен, нету никакой чернобыльской чумы у меня. Но почему-то у меня персонаж, такое ощущение, что он зомбированный или превратился в кровососа. Поэтому я буду играть за других сейвов. Так, на удивление, здесь все заработало. В принципе, здесь ничем не отличается. Единственное различие по снаряжению немного. По заданию, что у нас. Задания, в принципе, все те же самые. Так что не критично. Почему-то я вот здесь застреваю, и у меня не получается выйти там. Подожди. Приходит сообщение у нас от Сереги. Жекан, это Серега. Ты где пропадал? Срочно подойди ко мне в убежище. Хорошо. Так. И так же у нас, что по информации, по личной. Записка Ворпола найдена. Неплохая позиция. Отсюда видно не только вагончик-убежище, но и доступы к нему. Все, что от меня требуется, не прозевать момент, когда он появится на пороге. Как только это произойдет, я уничтожу его, и миссия будет выполнена. Круг замкнется. Хорошо. Буду я пробираться к Сереге. Так, а удаться мне? Сейчас попробую на задворке. Аномалии теперь не летают хаотично, а позволяют нам перемещаться по локации. То есть, каждая аномалия переносит нас в определенное место. И она даже отмечена. Это место, куда она может перенести, насколько я понимаю. К заправке, да, совершенно верно. То есть, это аномалия переносит к заправке. Это куда? К фабрике. Отлично, будем знать. Также у меня в инвентаре появился вот такой вот аппарат-телепортатор, который у меня почему-то не подобрался. На свалке такое вот действие появляется, интересно, съесть. Он нас может переносить вообще по всем локациям. Конечно, я пробовал летать и даже в саркофаг к исполнителю желания, но походу это какая-то багнутая вещь. И на других локациях, которые пока за территорией свалки, ничего я не обнаружил. Так, Серега. Я нашел схрон на территории фабрики. Что в нем было? Дневник некого Ворпла с довольно интересными записями. Вот взгляни. Ворпл, знакомая погоняла. Ну-ка, дай-ка взгляну, что? Что за свитство? Он хотел меня убить. Расскажи, что ты знаешь об этом. Не подумай же, Канн, что я некий мерзавец, кидающий их приятелей так, что они потом готовы открутить мне голову. Дело тут в другом. Ворпл этот, как тебе сказать, мутным типом был. Пришел он как-то ко мне со свалки, когда еще путь туда был свободен. Мы с ним сначала поладили, я учил его добывать артефакты, выживать и так далее. Но потом произошло нечто. Продолжаю. Однажды утром я проснулся первым и вышел из убежища, чтобы разжечь костер и приготовить пищу. Ворпл в это время дрых внутри. Крысовой с ребятами с нами не было. Они ушли на юг локации и где-то там заночевали. Так вот, сижу я у костра. Как вдруг слышу, из вагончика доносится тихий стук. Причем, этот стук очень знакомый. Так стучала только крышка от моего личного ящика с хабаром. У нас тут, у каждого было по собственному ящику, все замки, все под замками. Я тихо встал, взглянул в окошко. Вижу этот прочелыга сидит на полу и копается в моем хабаре. Я сразу ворвался внутрь, нарвал на него. Тот попытался что-то говорить в свою защиту. Я его не бил, нет, хотя мог. Сам по себе, так сказать, дохлюком сопли перешибешь. А я все-таки боксом занимался. В общем, решил я ворюгу проучить. Ты выгнал его из убежища в зону одного? Признаться честно, да, выгнал. Я тогда рассверепел сильно, забыл о всем на все эти. Но я не собирался его совсем на совсем прогонять. Просто хотел проучить, понимаешь? Я думал, посидит ночь под вагончиком образуемся. Но вышло хуже. Вор вполне вернулся. Мы с крысобоем искали его везде, где могли. Ни тела, ни даже клочка одежды. Сгинул, как в воду канул. Как видно из его дневника, на протяжении некоторого времени после этих событий он был еще жив. Да, ушел он около месяца тому назад. Но я даже не мог подозревать, что он надумает меня порешить. Возле места, где я нашел его дневник, ни тела, ни останков не было. Ты хочешь сказать, что Ворпал, но это невозможно. Он был еще слишком неопытным, у него не было нормального оружия. Судя по всему, в дисхрон оружие у него было нормальное. Как ты думаешь, есть шанс, что я смогу его встретить, Ворпал, в темной долине? Если все, что ты говоришь, правда, то вполне. А вот я... Да, тебе, скорее всего, нужно его посадься. Так, еще один диалог. Вот такой Ворпал хотел отомстить Сереге. Возможно, он где-то здесь. Так, еще он ведь нам отправлял сообщение на ПДА. Ты звал, я пришел. Рад видеть, что ты жив. Ну что, нашел то, что осталось от крысобоя с компанией? Да, нашел. Еще кое-что. Что рассказать никто не поверит. Да, действительно, мы были в лаборатории Х-18. Да ладно. И что же там такое? Давай потом как-нибудь сядем, посидим, бутылочку откупорим. Я все тебе подробно расскажу. Я сейчас ближе к делу. Зачем звал? В общем, слушай, пока ты на фабрике лазил, некоторое время следил за недостройкой. И разглядел что-то очень интересное. Продолжай. Сначала я заметил там несколько человек. В каких-то невзрачных одеждах. Ни на ученых, ни на вояк вроде не смахивают. Вооруженных. По моим наблюдениям, они эту недостройку охраняют. Патрулируют территорию. Выглядывают из окон. Но все делают очень осторожно. Стараются, видно, чтобы никто не заметил их. Что там такого в этой недостройке, чтобы охранять ее... Секретность соблюдать. Так, слушай дальше. Некоторое время наблюдал за этими товарищами. Потом решил зайти с другой стороны. И в одном из окон разглядел. Ты не поверишь, огромный артефакт. Серьезно? Вполне бинокль у меня отличный, армейский и двадцатикратный. Погода тогда была хорошая, ясная. Там в недостройке находился здоровенный артефакт. Величиной со шкафа или больше. С виду, как большой кристалл. Вокруг него даже искры прыгают. А все эти темные личности, которые там снуют, его просто нашли и охраняют. Дожидаются вертушки, которые отсюда артефакт от и увезет. Потом там и туннели, по всей видимости, поставили, чтобы никто не добрался до такого крупного хабара, крутого. Серьезно, я верю в то, что ты видел. Мне считается, похоже на артефакт. Но в остальном с трудом верится. Говорим мы шиканно. Брось сомнения, это шанс. Если мы завладеем этим богатством, то она улетит у нас из-под носа, в буквальном смысле не завладеем. Ты готов рискнуть? Что ты имеешь в виду? Мы... Ты готов? Так, этот артефакт. Да, сумасшет, сошел. Не получится у нас. Ничуть, я все продумал. План таков, поскольку просто так в недостройке не пройдешь, то надо пробраться внутрь через воздушную галерею. Это тот коридор на сваях, вещащий внутри двора. Вокруг зданий. Если мы проберемся к нему, то трели по нам не попадут. А охрана. С ним разберемся. Я думаю, есть и другая проблема. В воздушной галерее завелась аномалия Рой. Это стая таких маленьких желтых жужжащих точек вроде мух, от которых не спастет никакой костюм. Нам понадобится артефакт улей, который защитит нас от аномалии. Я уже нашел его некоторое время назад, но у меня его украли. Поможешь найти? Проберемся в недостройку. Захватим Хабар и разбогатеем. Кстати говоря, этот самый мега артефакт может быть как-то связан с исполнителем желаний, который ты ищешь. Что скажешь? Я готов рискнуть, кто украл у тебя артефакт улей. Одно существо, а не человек, но и не монстр. Его обычно называют оборотнем, потому что он может превращаться в других мутантов. В обычном же виде смахивать на уродливого человека, с ним можно поговорить. Я однажды встретил его, даже немного подлечил и покормил. А потом эта тварь стала за мной следить и разорять мои схроны. Зачем это делать? Зона знает. В общем, давно я хотел оборотня грохнуть, но никак руки не доходили. А тут как раз улей стащил отличную возможность поквитаться, где он сейчас находится. Обычно в такое время он появляется неподалеку, у заброшенного убежища. Там когда-то разведчики жили, но теперь эта гадость завелась. Ориентир, большая ржавая конструкция, что у фабрики. Пойди и разберись с ним. Главное, верни артефакт. Хорошо. Кстати, возможно, это дрожание из-за этого огромного артефакта, кристалла, который говорил Серега. Так, посмотрим. Найти оборотня, появляется задание. Да, оборотень здесь совсем недалеко, поэтому я незамедлительно отправлюсь к нему. Также не спешу я возвращаться пока на свалку к Василию, хотя мы нашли редуктор для БТР. И пока не спешу переходить на локацию Агропром по нашему основному заданию найти Макса и его кейсы. Так, ты что за чудо природы? Привет, ты кто такой? Я хозяин этого убежища. Уходи. Не уйду, пока не отдашь мне артефакт улей. Я тебе не отдам, человек. Уходи, иначе я тебя убью. Давай договоримся. О чем? Расскажи мне, почему ты не любишь людей, и я уйду. Люди хотели убить меня, они покалечили меня, изуродовали. Я был полноценным человеком, теперь должен подыхать больным уродом в какой-то глушитый. Доволен. Кто тебя изуродовал? Зачем? Я был военным, меня ранили свои же. Это произошло по ошибке, я был в патруле на охране периметра зоны. Нападение нелегалов шальная пуля, мне повредило позвоночник, я попал в госпиталь. Однако, оттуда меня насильно вывезли, привязали к носилкам, завезли в какую-то лабораторию и начали ставить надо мной чудовищные опыты. Это был эксперимент военных, не помню, но было очень больно. Я кричал, мне водили какие-то препараты лошадиными дозами. Сначала я немного успокоился, потому что снова стал чувствовать ноги. Хотя до этого мне говорили, что я буду приколан к креслу, но затем начался ужас, я стал превращаться в урода. Сначала у меня стала расти шея, потом одна рука, затем искривилась спина. Конечно, стрясли, как будто их кто-то растягивал. Чудовищный эксперимент принес свои плоды. Ясно, но зачем злиться на всех подряд? Потому что я был не один такой, эти уроды, и поставили свои эксперименты на поток. В одной из палат, со мной лежали другие парни, которыми ставили такие же опыты, и все они превратились в таких же, как и я. Мало того, что поменялось тело, но изменилось также и внутренние органы. Я стал меньше есть, пить и спать, отвык от спиртного и табака. Ну, в принципе, это хорошо. Но, со спиртным и табаком, очень часто стала болеть голова, я страдаю от жутких приступов, ненавижу всех, кто отличается от меня. Теперь ты доволен, человек. Я думаю, твои страдания можно облегчить. Каким образом? Найти лекарство от головной боли, я могу поговорить с учеными. Ты уверен, что оно поможет? Мой организм сильно изменился после опытов. Проклятая головная боль. Тебе нечего терять, соглашайся, пока я добрый. Тогда артефакт в обмен на лекарства, займет она. Так, тут происходит такая ситуация. Нам нужны ученые, естественно, это придется идти на янтарь. Но и до янтаря мы не доберемся, потому что... Потому что мы не доберемся, там ничего нету, я смотрел. Артефакт нам нужен здесь сейчас. И мне ничего другого не остается, как бы не было, жаль этого бедолагу. Хотя, в принципе... Да, действительно, он согласен. Мне придется его убить. Это что за лаги были? Да, подожди. Заклинил автомат. Сам у стола стреляет. Еще одна особенность. Очень часто выбрасывает на рабочий стол. Так, подожди. Улиц странный предмет, похоже на небольшой пчелиные улии. На ощупь теплый. Если прислушаться, то можно услышать тихое гудение, исходящее изнутри. Если все взять артефакты, стабильно вылет на рабочий стол. Поэтому я забираю один. Так, задание обновилось. Чистая сила. Что-то у меня сейчас заглючило с автоматом. Я, естественно, не стал бы стрелять просто так в пол. Туман опустился на зону. Ты отстанешь когда-нибудь? Артефакт Улья у меня. Вот это ты молодец. Прям настоящий разведчик. Так не будем терять времени даром. Отправляемся к галереи. Подожди. Ты уверен, что она того стоит? Черт его знает. Что за дела творятся в этой недостройке. Жиганты хочут иногда в жизни напрячься, а потом только отдыхать. Знаешь, сколько сейчас дают за уникальные артефакты? У меня есть очень хороший знакомый. Я обо всем договорюсь. Мы делим шкуру неубитого медведя. Брось ты это, а настоящий разведчик никогда не упускает своего шанса. Ты разведчик или кто? Я просто хочу найти исполнителя желания, мужик. Возможно, так и есть. Если нет, то одному другому не помешает. Соглашайся. Я один не справлюсь. Так и быть, пошли. Причувствие у меня дурацкое. Пошли. Так, я пока я посмотрю. На искатель сниму. Поставлю на кровотечение. Минус. ПНВ тоже пока ни к чему. Может, пока будет так. Так, трейли вроде отсюда не застают. Вход в коридор здесь. Да, действуем аккуратно. Не забывая о турелях. Сейчас нам предстоит пробраться мимо аномалий. Артефакт у тебя. Да, задаем этому вопрос. Действительно. Его поле нас защитит обоих. Когда окажемся на территории, не спеши. Входить в здание. Сначала надо как следует осмотреться. Наша цель находится на последнем этаже. Понял. Пошли. Пошли. Какой-то бедный сталкер. Дневник про неры. Посмотрим, пока Серега крадется. Странный шум доносится из этого коридорчика. Как будто пчелы жужжат. Или осы. Чернобыльские осы. Вечно какая-то хрень у меня на пути. А ведь этот коридорчик уйдет как раз на территорию недостройки. А там есть чем поживиться зуб даю. Проверить по-любому нужно. Может проскочу. Чтобы пробираться на легкие вещи, сложу неподалеку в рюкзак возле входа. Так, а какой рюкзак, мэн? Я помню, здесь был триньичок в оригинале, по-моему. Нет, здесь пусто. Я здесь пробегаю, потому что я пытался краситься. Но бывает, что турели... Ну, не бывает, а турели попадают в окна. Так, Серега. Что дальше? Дальше, по всей видимости, нам нужно спускаться. Раз на дело пошли, задание обновляется. Так, это боевики. Мужик, не стреляй! Огонь! Все, нет Сереги. Ну, вот еще одного нет. И дверь заперта. И все забрали у нас. Только улья оставили. Еще у меня радиация. А откуда она взялась, я не знаю. Так, а кто у нас здесь? Старый знакомый Абдуль. Я сейчас, конечно, переиграю, чтобы радиации не было. И будем беседовать с ним. Земля тебе пухом, чувак. Привет, товарищ по несчастью. Кажется, я тебя уже где-то видел. Помнишь, что ты рисуешь устрова, который требовали деньги за проход на свалку? Я служил им. А ты меня освободил. Да, было дело. Тебя тоже словили на горячем. Нет, я не вор. А ты, я вижу, не брезгуешь подобным промыслом. Я вроде ничего не врал. Не крал. Как сказать, как сказать. За что тебя здесь держат и кто эти все люди? Это долгий разговор. Устраивайся поудобнее. Для начала немного истории. Как тебе известно, до второй катастрофы на ЧАЭС была первая авария. Она произошла в 1986 году. Подробности ее возникновения и ликвидации известны. Но вот последствия изучены далеко не так подробно. Первая авария оставила очень ощутимый след в истории и науке. Гораздо более важнее, чем вторая. Дело в том, что во время сильного взрыва в радиационной среде реактора, вследствие сочетания ряда факторов, образовалось новое неизвестное науке вещество. Обнаружено оно было после ликвидации. Некоторое время спустя проявились его необычные свойства. Что это было за вещество? Я не ученый, поэтому точно сказать не могу. Вкратце, это вещество является чем-то вроде сплава или объединения ряда известных элементов, которые невозможно получить при обычных условиях. Свойство его заключается в том, что оно может аккумулировать так называемую пси-энергию. Слышал о такой? Недавнее открытие ученых. Энергия, влияющая на человеческое сознание, работу мозга. Об этом много пишут в газетах. Так вот, пси-энергия была открыта в начале 2000-х годов, а вещество из чернобыльского реактора было искусственно синтезировано в то же время. Из этого следует, что люди, получившие новый минерал, обрели возможность работать с пси-энергией, располагая большими возможностями. Именно это и стало толчком к возникновению секретных лабораторий здесь, в зоне, а также к проведению многих смелых и революционных опытов в сфере пси-энергии и пси-поля. Появились излучатели-приборы, генерирующие пси-энергию и работающие на вышеупомянутом веществе, которое, кстати, получило название гамма-вещество. Так, и что дальше? Так вот, вторая авария произошла в 2007 году. Причины ее, как ты можешь знать, из официальных источников неизвестны. Одни говорят, что это был теракт, другие техногенная катастрофа. На самом деле взрыв и выброс пси-энергии произошел по неосторожности ученых. Наверное, они просчитывали мощность энергетического поля Земли. Произошел прострел атмосферы, направленным потоком всей энергии прямо в главную секретную лабораторию зоны, находящуюся под ЧС. Вот оттуда берутся регулярные выбросы, мутации, монстры с необычными способностями, аномалии и все подобное. Ученые просто еще раз нажали не на ту кнопку, как и 20 лет назад. К чему это все? Продолжаю. Как я уже сказал, главная лаборатория зоны находилась возле само ЧС. Сделано это было за тем, чтобы держать важный военно-стратегический объект под хорошей охраной и хорошим же информационным прикрытием. После прорыва на сфере некоторая часть персонала погибла, некоторые сошли с ума, но остались люди, которые смогли спасти. Один из них и стал главный ученый. Где-то я о нем уже слышал, об этом рассказывал доктор из лаборатории Х-18. Никто точно не знает его имени. Во всех документах он помянут под псевдонимом. Светило науке он был ведущим специалистом в сфере разработки пси-оружия. После второго взрыва он не воспользовался возможностью эвакуации, спрятался в подземельных помещениях под ЧС. С тех пор он числится пропавшим без вести. Но он не для нас с тобой. Откуда такая уверенность, что он жив? Я лично видел его. Ты был на ЧС и успел вернуться, не верю. Выслушай меня до конца, это касается не только меня, но и тебя. Продолжай. Главный ученый, как я уже сказал, заведовал отделом разработки пси-оружия. Основной программой отдела было конструирование компактного переносного мини-излучателя, который можно было использовать в качестве личного оружия, который работал на гаммовеществе. Забыгая вперед, скажу, что отделу удалось справиться с этой задачей. В этом ты можешь убедиться сам, поглядев на то, чем вооружены люди, которые посадили нас сюда. Твоего друга, кстати, они уничтожили как раз из этого вот излучателя. Ты воочию смог убедиться в гении главного ученого. Я раньше видел, как они стреляют из него. Но это оружие убивает не сразу, оно сначала превращает человека в зомбированного. Да, именно так оно стреляет узким пучком пси-волны, действующих на некоторые участки головного мозга. Очень эффективно, обладает абсолютной точностью, но имеет один недостаток. Из-за слабой мощности генератора пси-волны не способны проникать через плотные препятствия. Впрочем, это не столь существенно, если учитывать, что пучок волн может бить на 400 и более метров без столкновения, отклонения, и от него не спастет никакая броня. Да уж, мощное оружие, но кто выдал его этим головорезам? Главный ученый, кто же еще? Эти головорезы, его личные агенты. Они когда-то были солдатами, охраняющие секретную лабораторию по ЧАЭС. Но потом ученый превратил их в своих верных слуг. Теперь он имеет под своим контролем нечто вроде секты, хорошо вооруженных, опытных бойцов, выполняющих его приказы. Ты уже сталкивался с ними, задают ему вопрос, естественно, ты один из них. Да, я впервые встретил их на кордоне, помнишь ключ-флешку, который я дал тебе? Я выкрал ее у них. Да, это ключ-флешка, на самом деле не ключ и не флешка, а мини-аккумулятор, работающий на гамме веществе. Он подключается к специальному костюму, позволяющему совершать наенные перемещения в пространстве на небольшие расстояния. Тогда аккумулятор моего костюма почти разрядился, мне срочно был нужен новый. А тут как раз подоспел ты. Почему-то сразу не оглушил рикетиров, а стал им служить. Помним ту ситуацию на агропроме, на кордоне. Они украли у меня запасной аккумулятор и спрятали. Я не хотел действовать наугад, кроме того, я еще не все рассказал о специальных костюмах. Костюмы тоже разработка главного ученого. Да, это его проект, и главная функция заключается не столько в нанесении пси-ударов, сколько в другом, более полезном действии, а именно в телепортации носителя на заданное место. Телепортации Это мгновенное перемещение человека из одной точки в другую. Я думаю, тебе в зоне уже попадались аномалии, действующие по такому принципу. Телепортация – это еще одна разработка секретной лаборатории. После второй аварии эвакуация проводилась очень поспешно. В первую очередь старались вывести людей, поэтому много разработок и прототипов было оставлено в ее стенах. Так, в распоряжение ученого попали и телепортационные пси-костюмы, и переносные излучатели. Из-за пасы гомо-вещества с тех пор в его мозгу появилась идея об идеальном обществе. Да, действительно. Он что, с ума или плеск энергии на него так повлиял? Возможно, но факт остается в том, что главный ученый сформировал из персонала и охранной лаборатории несколько отрядов вооруженных боевиков, и с их помощью старается контролировать зону и не допускать проникновения в нее людей. Его боевики перемещаются на длинное расстояние почти мгновенно и появляются неожиданно то тут, то там. Я тоже когда-то стоял в отряде, но потом понял, что это не мой путь, именно поэтому я нахожусь здесь. Что конкретно хочет главный ученый? Не знаю, в последнее время его действия несут очень странный характер. Он явно к чему-то готовится, возможно, к нападению на военный блокпост и прорыву за границей зоны. Но зачем? Понятно, зачем нанести истинное добро во внешний мир. Так он называет свои действия. В его больном мозгу поселилась идея воздействовать пси-излучателями как можно дольше. Большее количество людей заставив их поклоняться ему и выполнить все его приказы. Что из этого может получиться, я думаю, ясно любому. Войны, конфликты, перестрелки, гражданская война. Так, тысячу трупов, но для главного ученого все это пустяки на пути к своей святой цели. Секундочку, я не могу собраться с мыслями от такой информации. Ты серьезно считаешь, что с горско-людей, вооруженных экспериментальными пукалками, можно так легко повлиять на государственную безопасность? Вряд ли неров наломать они смогут только так. Кроме того, вспомни, что делается в мире. Сейчас имеет место очень сильная напряженность в отношении с Украиной и Россией. Вызвана она зоной, точнее вопросом принадлежности ее границам той или иной страны. Украина, как ты знаешь, претендует на зону как страна, на территории которой она фактически находится. А Россия хочет ее себе потому, что именно ее воскаконтролит 83 границ зоны с внешним миром. И наши их вояки уже поставили себе блокпосты. Но пока ситуация спокойная, никто никого не трогает. Если же в один прекрасный день на блокпост того или иного государства нападут вооруженные люди, то будет провокация, которая может привести к чему? К войне. Ну вот тут маленькая ситуация с Россией и Украиной. Переначали на игру. Ну, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Именно поэтому мы с тобой, как патриоты, должны не допустить проникновение агентов главного ученого за границей зоны. Ты говоришь, как офицер СБУ или ФСБ. Я просто не хочу войны. Вот и все. Давай по деловому. Ты мне, я тебе. Я помогу тебе выбраться из этой темницы и найти то, зачем ты пришел. Ты поможешь мне остановить главного ученого. Договорились? Я не сомневался в тебе, ЖКН. Итак, слушай меня. С недавнего времени агенты главного ученого стали заниматься следующими делами. Они привозят на вертолете, который остался на ЧАЭС, большие кристаллы, гаммы и вещества и устанавливают их в скрытых местах ключевых районов зон. Зачем они это делают, догадаться несложно. Таким образом, ученые планируют ретранслировать все излучения из главной лаборатории на ЧАЭС ко всем остальным районам зоны. Кристаллы здесь служат ретрансляторами энергии. Они заряжаются во время ее выбросов, а затем излучают на всю локацию. Таким образом, ученые пытаются распространить стабильное излучение на всю зону, чтобы взять ее под контроль. Возможно, я уже видел такие кристаллы. Они называются ретрансляторами, пока они установлены только в четырех районах зоны на свалке, агропроме, у завода Ростока и здесь, в долине. Но настроиться на работу пока не получилось. Ни один кристалл, по моим сведениям, первым они хотят запустить ретранслятор, расположенным здесь, в долине, на верхнем этаже здания, в котором мы находимся. Ты осчитаешь легкие периодические выплески пси-энергии в этой местности. Это свидетельство настройки местного ретранслятора. Да, как я и думал. Ощущаю. Так, забавно, мы с Серегой заметили кристалл, но посчитали, что это артефакт. Мы перепутали. Теперь это уже не имеет значения. Я хочу сказать, что мы с тобой должны помешать агентам настроить эти кристаллы. Для этого надо их уничтожить. Ретранслятор состоит из гамма-вещества. Оно довольно хрупкое, но каждый из них защищен силовым полем, работающим от генератора. Нам придется отключить питание поля, затем уничтожить кристаллы физически. Как мы это сделаем? Для начала нужно отсюда выбраться. У меня есть идея. Видишь, там на стене есть кнопка. Она открывает дверь в камеру. Я заметил, что она болтается на соплях. Попробую упасть в нее болтом. Возможно, механизм работает. Но сделай это так, чтобы тебя не видели охранник. Иначе нам конец. Окей. Что потом? Как только дверь открывается, сразу же беги в дальний угол подвала. Там темно и нас не сразу найдут. Там лежат трупы тех разведчиков, которые осмелись пробраться сюда первыми. Потом подумаем, что делать дальше. Задача ясна. До встречи. Да, вот такой диалог, в принципе, составит на места. Я вижу кнопку. Сейчас буду пробовать ее отключить. Так, вроде получилось. Сейчас охранник вернется туда. И будет плохо. Вроде вырвались. Что теперь? Теперь необходимо уничтожить кристалл. В недостройке около двух десятков агентов. Они патрулируют внутреннее помещение. Так что будь осторожен. Где именно находится кристалл? На самом верхнем этаже. Подход к нему закрыт металлической дверью. Помни, что сначала надо выключить генератор защиты кристалла. Только потом ты сможешь его разбить. Генератор же расположен где-то рядом с ним. Скорее всего, тоже на верхнем этаже. Куда делась мое имущество? Скорее всего, оно в арсенале. В металлическом ящике на первом этаже. Кстати, есть возможность завладеть телепорт-костюмом, который там тоже лежит. Ты ведь можешь использовать все оружие, верно? Да, если я... Не можешь. Да, если я пытаюсь из него выстрелить, то меня бьет током. Пси-винтовки и так сконструированы. Чтобы стрелять из них, можно было только в телепорт-костюмах. Костюм из нескольких и нескольких винтовок находится в арсенале. Что на первом этаже? Дверь в одном из коридоров. Включать арсенал и у главного офицера. В принципе, ты можешь рискнуть и сделать так. Сначала прокрасться в кабинет главного, взять у него ключ, потом пробраться в арсенал, одеть костюм, вооружиться пси-винтовкой и уже на равных сражаться с агентами. Что скажешь? Это слишком опасно. Согласен, я лишь подсказывал тебе один из вариантов. Есть еще одна важная информация. Как только ты уничтожишь кристаллы, первое излучение пропадет, все агентцы сразу же впадут в лучевое голодание. Это специфический синдром и очень сильный головной боли, которой страдают те, кто не подолгу находится под воздействием пси-излучения, а потом был резко его лишен. Ты вполне можешь воспользоваться этим обстоятельством, потому что в таком состоянии агенты абсолютно без помощи. Правда, только некоторое время. И задаем вопрос, интересующий нас. Что ты знаешь об исполнителе желаний? Кое-что знаю, зачем тебе эта информация. Собственно, я пришел за этим в зону, чтобы найти его. Имеешь какое-то сокровенное желание? Да, имею. Что ж, ты не первый исполнитель желания. Я видел всего один раз. Что это такое, я не могу тебе сказать, потому что сам не понял. Более всего, он подходит под некое аномальное образование или необычный артефакт. Внешне он круглый и... как шар, сделанный из золота. Ммм, интересно так модификация называется. Где он находится? В Припяти на базе главного ученого. Он действительно исполняет желания. Сложно сказать, правда ли это. В общем-то, исполнитель желаний никто из людей, ученого его не называл. Он считается компонентом какой-то секретной научной установки и служит для другой цели. Передача аномальной энергии от большого кристалла к дополнительным, расположенным в разных чьях зоны. Что-то вроде усилителя. Почему пошел слух о том, что эта штуковина может исполнять желания? То дело в чем. Среди агентов входит информация, что золотому шару ни в коем случае нельзя прикасаться голыми руками. Не даже рядом стоять, иначе мгновенная смерть. То ли под напряжением работает, то ли аномальной энергией напита. Но запрещено и все. Так вот, однажды какой-то любопытный взял да и прикоснулся к шару рукой. После этого сразу же пропал. Как не бывало. Одно пустое место осталось. Но пропал ли? Это вопрос. Потому что после этого случая его многие видели в зоне. Проходит он где-то вдалеке, а позовешь или попробуешь подойти, пропадает. Я его тоже видел пару раз. А большой кристалл? Это самый крупный кристалл гамма-веществ, который сгенерировался до второй аварии и оставшийся в распоряжении главного ученого. Он находится где-то на ЧАЭС. И все-таки я хочу узнать больше об этом шаре. Больше ничего о нем не скажу. Кота как видел его всего один раз, и то мельком. Но оказать на его месторасположение я могу. Доберемся до Припяти, я тебе проведу к нему. Но после того, как остановим главного ученого. Договорились? Хорошо, согласен. До встречи. А он здесь остается. Так, я думаю завершить эту часть. Продолжу я в следующей... Там сидит. Продолжу в следующей серии. С вами был Александр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok